Под московных буераков меж мимо перерезка Криворукова президентский двигался кортеж по шоссе к аэропорту Внуково. В лимузине с мыслями в очах о докладе в сумочку положенном президентша Ксения Собчак возлежала на сиденье кожного. А в порту, раскинув пару крыл, на которых герб России высечен, Ксению ждал президентский ил 96-3000. В этот вечер предстояло ей изложить в Женеве положение, речи исторической своей на Конгрессе по разоружению. Мы, Россия, мирная страна! Так начать доклад хотела Ксения, а у нас оружие до хрена, потому что сегодня перед всеми я заявляю я от лица страны, устранив моменты напряженные, что России больше не нужны силы эти вооруженные, не нужны нам армия и флот. Мы в страну преобразились мирную, и решение, в общем, это вот, пусть войдет в историю всемирную. Пусть услышат и Берлин, и Рим, остров Лезбос, Лондон и Сардиния, что захваченный Россией и Крым возвращают снова Украине. Ксения зашмурила глаза и вообразила на мгновение, как с трибуны речь свою сказав, вызовет она оцепенение. Как в улыбке снова идиот, раскранявшийся, как свежий окорок, Мануэль Макрон разденит рот, и Ангела Меркель рухнет в обморок. Как всплеснет руками Дональд Трамп, словно капельмейстер на Титанике, как в одну ноздрю засадит грамм Миша Саакашвили в панике. Подавившись галстуком своим, коим он не первый год питается, как Тереза Мэй, размазав грим, на плече у Туска разрыдается. Как грибу с Кайти, наконец, нежно, словно Вероника Долина, скажет неожиданно «Пыздец! Лабос и Ритас, Ксения Анатольевна!». Так вот, по пути в аэропорт, собираясь вызвать потрясение, судьбоносных помыслов экскорта шевелился в голове у Ксении. Но внезапно, за душу схватив, встряла мысль непрошенным диспетчером. У меня же, блядь, корпоратив, прямо в аккурат сегодня вечером, судьбоносным планом на беду, что тянули на награду Нобеля. Я ж, блядь, бармицу с Галкиным веду, у Самира с Рульевича Шнобеля. Как же я забыла, твою мать, про такое важное событие! Я же и аванс успела взять, на который, в общем, не в обиде я. Может, кинуть? Не, не вариант. Это ж не Европа, блядь, а Азия. Горские евреи говорят, сука, щепетильно да безобразие. Сорок девять тысяч косарей. Вряд ли это Шнобелю понравится. И не горский, а любой еврей за такие бабки аж удавится. Никакой пример подам стране, даже объяснит причину вескую. Ведь, в конце концов, не гоже мне честь свою порочит президентскую. И зачем мне вся эта херня, этот вот в Женеве ради мира спич, если есть ребенок, ждет меня Шнобеля, сынишка Шруль Самирович? Ведь, по мнению Юрия Лозы, мир с его понятием прекрасного не достоин и скупой слезы на щеке ребеночка несчастного. Но мой характер не таков. Мне не чужды гуманизм с романтикой. Поверну-ка я, кортеж, как Примаков, развернул наш лайнер над Атлантикой. А в Женеве смогут без меня как-нибудь сбавить напряжение. И пускай отвален к ебеням их конгрессы по разрушению. Разобраться надо бы на сейчас, что там с моим графиком намучено. Трудно быть президентом у нас. Лишь теперь я понимаю Путина. Это офигенно. Настоящий хит. Вулых будет доволен. Саш, привет.